Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и досмотреть мой ролик до конца, ведь в конце все самое интересное. Артема Мартинчика, который не пожелал встречаться с Ермаковой, проверит доктор. На поляне обсуждают Артема Мартинчика в неприятном для него свете. Если бы знал Артем, к чему приведет его флирт с Надеждой Ермаковой, точно бы не стал даже смотреть в ее сторону. А теперь приходится отбиваться не только от нее, но и от ведущих, а также от коллектива и даже от мамы Нади, которую та привезла на поляну, чтобы она повлияла на шустрого парня. Участники и ведущие обсуждают поведение Артема, который на поляне ухитряется со многими целоваться, но предпочитает не доводить дело до волшебства. Больше месяца на проекте, и такое примерное поведение не нравится защитникам Наде Ермаковой, поэтому Артемом займется Ольга Орлова. Ведущая решила привезти на поляну доктора, чтобы он проверил либидо Артема и выяснил, не утаивает ли Мартинчик какую-то важную информацию о себе. На проекте нужно строить полноценную любовь, а не только целоваться. Зрители уже шутят, что ведущие готовы пойти на что угодно, лишь бы устроить личную жизнь Наде Ермаковой. Однако Орлова как-то странно рассуждает, если Мартинчик не желает волшебничать с Ермаковой, значит у него что-то не в порядке. К тому же зрители не сомневаются, что с Машей Давидовой Артем все-таки уединялся, и не только для поцелуев, и с экрана видно, что его тянет к девушке, а вовсе не к опытной Ермаковой, а симпатии которой он рассуждает. Надя, чтобы добиться справедливости и желанного юношу, даже мама на проект привлекла. Мама, кстати, постаралась загладить углы и не отпугивать Мартинчика еще больше, поэтому объявила, что он произвел на нее хорошее впечатление. Очень похоже, что Ермакова намерена добиться своего любым путем и методы ее не интересуют. Бывшая участница Саша Черно не общается с домовцами, чтобы не деградировать. Довольно своеобразно складываются отношения между участниками за периметром. То они постоянно пересекаются и проводят время вместе, публикуют совместные снимки, то вдруг понимают, что общение приводит к деградации, и нечего дружить с бывшими коллегами. Примерно так рассуждает Черно, объявившая, что больше контакты с домовцами ей неинтересны. Умеет удивить Сашу своих подписчиков и делает это довольно часто. Не так давно она арендовала двухэтажный дом, чтобы жить свободно и друзьям было где развернуться, так как планировались частые встречи. Несколько раз огромная толпа домовцев собиралась у Черно с ночевками. Отдыхали так, что приходилось убытки возмещать владельцам жилья из-за сломанного санузла. Однако пришлось оставить дом и перебраться в квартиру поменьше с нервными соседями, которые вызвали полицию в первые же сутки проживания Аганесянов в новом жилище. В гости Аганесяны приводить знакомых перестали. И вдруг у Саши наступило прозрение. Кто-то ей сказал, что домовские участники могут за ее спиной сказать о ней что-то нехорошее. Почему-то Саша очень удивилась, хотя о ней и раньше отзывались довольно насмешливо. И Марина Африкантова, и Милена Безбородова, приезжавшие на ее вечеринки. И трудно представить, что Черно об этом не знала. Но сейчас экс-участница решила больше не общаться с бывшими домовцами, чтобы не деградировать, или просто они не желают приглашать ее отдыхать вместе и вообще иметь что-то общее. Вот и приходится оправдываться перед фолловерами, чтобы не доставались вопросами, почему она перестала появляться в старой компании. Друзья, хочу вас попросить подписаться на мой второй канал. Погрузитесь в мир увлекательных событий древней истории. Ничего заумного, только самые интересные факты о прошлом. Ссылочка на канал в описании под этим видео. Жду вас там. Ведущие беспокоятся о безопасности Савкиной. Илья Семин ей угрожал. Конфликт между Аленой Савкиной и Ильей Семиным, который показали недавно в эфире, оказался слишком урезанным. Самые скандальные фразы Ильи решили убрать и не пускать в эфир. Молодой человек угрожал лишить жизни Алену Савкину. Теперь Ксения Бородина и Ольга Орлова обсуждают между собой ужасное событие и не понимают, почему Алена не бежит от кавалера без оглядки. Бородина не может успокоиться и старательно уговаривает Алену прекратить отношения с Семиным, пока не поздно. Во время последнего конфликта он угрожал Алене, и его угрозы убить ее вырезали, решив, что для эфира это слишком эмоционально. Ночной конфликт разбирали в Админской. Завершился он не просто погромом комнаты, но и потасовкой. Кстати, Алена то ли не может отойти от скандала недельной давности, то ли он получил продолжение, но в реальном времени она уже сообщила в сториз, что снова уходит, но потом передумала и удалила сообщение. На поляне она присутствует, как и раньше, так что проблему снова утрясли. Только непонятно, чем закончатся эти ссоры, если Семин настолько не сдержан в выражениях. Многие считают, что Савкина действительно грозит опасность, и Семин ее когда-нибудь прибьет. Вместо того, чтобы показать полную версию скандала, показали Бородиной и Ольгу Орлову, которые обсуждали произошедшее. Женщины пытались разобраться, для чего Алене идти на такой риск, как продолжение отношений с Семиным, который показывает себя не с лучшей стороны. По мнению Бородиной, Савкина просто хочет исполнить свою мечту. Мечта у Алены очень простая – выйти замуж на проекте и уйти красиво. Только партнера выбрала не того, а Орлова уверена, что Савкиной нужно бежать как можно быстрее дальше от ее кавалера. Но разве Алена когда-то слушала советы? Ей и про Илью Ябарова много чего говорили, но она не слушала. Буквально только что стало известно о том, что Алена Савкина и Илья Семин в реальном времени покинули проект. Ребята собрали свои вещи и вместе отправились на волю. Алексей Адеев уверен, что Ефременкова и Мандезир все равно расстанутся. В своем прямом эфире Адеев высказал уверенность, что обязательно достигнет примирения с экс-ведущей Дома-2 Юлией Ефременковой, которую считает подругой. Произойдет это только тогда, когда Юля окончательно расстанется с Мандезиром, которого она забрала с телестройки после устроенного там буйным кавалером скандала. Все-таки в предыдущий раз лишилась поста ведущей телепроекта Дом-2 Юлии Ефременкова именно из-за Мандезира, о чем ходили упорные слухи в сети и сейчас все это подтверждается. И в это свое появление под камерами реалити-шоу в качестве участницы она еще раз подтвердила, что модель поведения в семье усваивается накрепко, ведь еще при первом своем появлении делилась как-то Юля подробностями, что поднимал руку ее отец на маму. Пока же Ефременкова демонстрирует в социальных сетях счастье от воссоединения с Мандезиром, которого Адеев считает виновником всех ее бед. Интересно, сбудутся ли прогнозы столь уверенного в своей правоте Алексея Адеева относительно пары Ефременкова и Мандезира? Или он таким образом себя оправдать пытается, ведь именно на него обиделась Юля за провокацию. «Мне не интересно мнение Бузовой» Дава высказался о работе ведущим Дома-2. В середине апреля Ольга Бузова покинула пост ведущей скандальной телестройки. Общественность при этом сбудоражил тот факт, что на смену исполнительницы пришел бывший ее возлюбленный Давид Манукян. Молодой человек уверяет, что его совершенно не интересует мнение бывшей пассии. Как отметил блогер, он давно желал стать частью этого проекта, и наконец это желание сбылось. В скором времени Давид Манукян составит компанию старожилам проекта Ксении Бородиной, Владу Кадони, Ольге Орловой, и все они вместе будут продолжать разбирать сложные ситуации, с которыми сталкиваются участники проекта, помогать строить отношения. Увидеть бывшего возлюбленного Бузовой в качестве ведущего на Доме 2 можно будет уже 1 июня. «Я планировал попробовать себя в роли ведущего, так как очень желал сделать что-то новое. Мне неинтересно, как на это отреагирует Ольга, не хочу говорить об этом. Для меня этот проект в первую очередь является работой, за которую я буду получать деньги. Отказываться от нее я не собираюсь. Для меня это шаг вперед», – заверил Давид Манукян. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.